МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Проезжай, проезжай! 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 Вы меня снимали на камеру, ведь мы его согласны, будут выкладывать это куда-то в интернет. Вот этот человек, и вот этот человек, и еще вот этот. А вам 18 есть, девушка? Что, на машину толкаешь? Ты что делаешь? Ну, все, да, да. Есть что, подавайте все дальше. А вы в курсе, что снимать разрешено? Да, елки-палки! Выкладывайте... Выкладывайте преследовую... Нет, смотрите... Все согласны. Все согласны, если там видно лицо... Нет, вы можете ко мне подойти и сказать... Алексей, там так-так-так? Я вам сказала! Нет, 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 нет. Я не хочу, чтобы вы меня выкладывали... Ради бога, я вам лицо замажу, и вы не против? Нет, не против. Чего тогда? Это первое. Второе, я могу сюда заезжать, к месту работы. Девушка, с дамой интересовались, скажите... Мы наоборот, только заставьте машину. А почему вы меня не разрешили? О! Что случилось? А почему вы мне не разрешили проехать? Я свои руки не разрешил... Я вам не разрешал, я наоборот вам разрешал. Я не вам не разрешаю, я вообще не об этом. Я вам разрешаю, наоборот, завещайте. Он не адекватный, гражданинский... Вот этот вам человек запрещает. А вы? А мы наоборот... Мы наоборот... Мы заводители. Получше, не разрешает. Не разрешает, да потому что... А почему его не забирают? Ну, потому что, вот видите, он... В основании 2-го указа президента Российской Федерации запрещено. Наш шею получишь с собой? Это личный досмотр? Да. Личный досмотр. Попробуй деньги. Понятые есть. Какие? Я готовлю... Ну где? Производится видеосъемка. Вот видеосъемка. Производится... Под видеосъемка имеет полное право. Это что у него, баллончик? Вы будете протокол досмотра делать? Протокол досмотра составляйте. Составляйте. Протокол досмотра. Лично вы будете составлять? Или в отдел его доставляете, а там уже и досмотрите. Да, совершенно верно. Давайте. Баллончик у него имеется, я так понимаю, раз боимся. Эй, пожалуйста, не за меня тоже протокол. А у вас тоже баллончик? А вам какая разница? Он тоже плаченок, тогда вы выставали. Поняли? Опустите, мальчатый. Какие? Чем запрещено? Газовый баллончик. Есть второй указ президента Российской Федерации. Ну, а личный досмотр тогда? Покажите, пожалуйста. Читайте. Давайте. В соответствии с указом 202 об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Он указывает запрет на два месяца, наоборот, оружие. Это не освобожает, а так... Смотрите, Ростов-на-Дону, Самар, Санкт-Петербург. Воронеж! Воронеж, точи. Оружие, газобалон не является оружием. Это средство на российской обороны. Сама оборона тоже запрещена. Это средство. Оружие самоборона. Считайте, читайте. Оружие самобороны, огнестрельное, огнестрельное, газовое оружие, газопистолеты, в том числе патроны к нему. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства. Снаряженные с изоточивым. Вот так вот. И разорожающие вещества. Красавица и попал. Забирайте. Давайте личный досмотр, вопрос нет. Попал. Алешка попал. Он уже снижается. Попал. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, личный досмотр и все. Главное. Там же на время только, если что-то обнаружите, на время проведения чемпионата изымайте, потом возвращайте. И все. Вопрос нет. Отказывайте, пожалуйста. Почему нарушитель такой? Нарушил закон. И досмотрите. Личный досмотр. Предъявляйте требования. Личный досмотр делайте. Изымайте на два месяца и потом возвращайте. Отказывайте. А ты взгляд не пожалуйста. Личный досмотр не отказывайте. Почему? Почему отказывайте. Вы отказываете выполнить за тот закон. Какое? Предъявите требование. Я прошу вас достать из карманов, что вы... Личный досмотр будете делать протокол? Не отказываюсь. Не отказываюсь. Я не отказываюсь. Я выполню, но протокол досмотра делайте. Лично. Пожалуйста. Все, давайте. Составлять протокол досмотра, я выну. Да, без проблем. Только он может же скинуть это все. Сами знаете, как наркотой бывает. Я все естественно вам предоставляю. Закон требований будет. Проблема добровольного. Протокол досмотра. Пропустите машину. Не будем. Давай, давай, давай. Паркуйте. Заедем. Не, на два месяца. На два месяца. Проезжай, проезжай, паркуйте. Это проезжающий телескоп. Вы бы видели, что паркуйте. На КП нет, вообще-то. Ну, припаркуйте здесь. Все, дай вам, когда-то, на КП нет. Ух ты, е-мое. Алексей, что вы меня толкаете? Я здесь хожу, не толкайте. Что вы меня толкаете? Отойдите, пожалуйста. Будьте добры. Отойдите, отойдите. Здесь парковаться нельзя. Алексей, отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Что вы локтями, что вы локтями разлыкиваете? А что вы меня толкует? Сarmaщик, он уже столько раз мы говорили. Он есть. Уходи, уходи, уходи Уходи, 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 уходи Ну пожалуйста, эти дураки Я вас попрошу, мне что, на колени надо ставь, чтобы мы с Карашей многомонимся Проси, пусть приезжают Вы у меня требовали? Да вам уже требовали, у нас не надо Одного раза не расширили, как дурак Вот сейчас ждем Карину идиот Реально У меня и горя было, бля У них есть оленевод Алексей, понимаешь, и его оленьки Вот они как бы здесь, за ним Умчили Свою страну оленей Говно, понимаешь, вот это попало А что? А что? Да говно лезет, ты что, не слышишь? Говно лезет, давай не без чего Без вот этих всех А то сейчас точно можно все договориться Я убрал, так я убрал, чтоб тебя не снимать Не снимать? Не снимать или не фиксировать? Ты как бы его за шлюпу, что ли, принимать? Не нахуй, не нужно тебе снимать Ты кого снимаешь там? Много снимал Молодец Бедный Видимо это уже Ну если ты там ездил, ты видел, что они зашли Интересно просто, а читай, что сейф, который мне притянил На ума Он мне притянил и все ВТП Храничивай сейфом в железном доме Это не оружие Это сейф самообороны, оно тоже сейчас запрещено Но там же сейфы не должен их хранить Это приказ, по которому ответственность не предусмотрена По этому приказу Вот просто изымается и возвращается через два месяца Считайте Про возвращение ничего не говорится Читайте Читайте Кто из граждан Если будут какие-то незаконные действия с вашей стороны Я бы обжалую Обжалуюсь, конечно Понимаете? Мы имеем полное право Изымают, потом вернутся и обязаны Правильно Изымайтесь Я не отказываюсь Я не отказываюсь Я согласен Тем самым это правонарушение Право с его стороны То есть можно смело вас назвать нарушителем Чем предусмотрен? Ну там же ответственность не предусмотрен Ну так от нарушения все равно Ответственности нет Жестокий Все без проблем Личный досмотр я вам отдаю Мне протокол досмотра кофе Смотрите еще Считайте С этого момента где написано Я тебе в лицо это говорю А вы там где-то в комментариях Считайте Оскорбление Это просто Это была Критическая мысль Это можно оскорбить Критическая мысль Критическая 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 Даже у вас не есть Вообще Даже осмысл Нет вообще Давай я подержу Хуже я не знаю За базар никто Мотримся Полный беспредел Кто? Чего? Давай давай Ставь Давай давай Козочка давай пошли Ну давай пошла Дебил батя моего Да я вижу Вот это коза пришла А ты пыльный сейчас? Ты кто вообще Представься брат А ты в прошлый раз В красной футболке был? Это коза просто Это местная коза А помнишь того мужика? Которого ты за шесть схватил Помнишь? Капитан Корабля А по машине Я с вами не спорю Вы же заметили я не спорю Я говорю составляйте У вас с ордаком Находится два Чего два У меня один Мне кажется За что он два А вот так вот За шею не хватало никого? А вот так вот Никому не показывай? Никому не показывай? Отвечай что я тебе видео покажу А если покажу? Нет серьезно Нет Скажи Ты делал так? Не делал Не делал Давай на твоей совести будет Уверен? 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 Привет Все Все опять пропустил Капитан Корабля Привет 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 Я Сильвер Фрешнекер Это капитан Корабля Да? Алло Где вы вырезали момент когда он по машине бил? Алло Это капитан Корабля Что тебе пусть покажи Ты кто ты ездит? А это попугай наверное Лол Что мне тебе показывать? Ты помнишь как ты по машине бил? А за шею так схватил Помнишь? Кого? Покажи видео На прошлом видео моего отца Господи Ну покажи видео Он пьяный был тот раз в красной футболке Это не я был Я в другой красной футболке Я в другой красной футболке Я понял Он открывает окно Папа Он за шею так Нет Это просто казаик место Шестерки? Ну да Каза шестерки Повезло тебе А где ты поосторожен? А он просто Я шел У вас не шел Да Блин я тебе говорю Вы ставите сейчас протокол Изымите акцию Правильно? Конечно Обязательно Чтобы я потом мог Через два месяца Прийти к вам И сказать Извините Антитерористическая Указа закончилась Верните Пожалуйста Мои средства Гражданские Товарищ Курит Товарищ Курит В ответственном месте Он только что Может куда идти Погнал что-то Алексей что-то там хотел сказать Пойдем А может два Алексея пойдут вместе Алексей пойдемте посмотрим Как ваш сотрудник курит Они берут только здоровых Алексей Вот Вот Я не знаю что Это ложь Это клевета Выпасите пожалуйста А я имею право здесь курить Там где Есть же В определенных местах Где запрещено Десять метров От магазина Там нет такого Площадки Нет нет От крыльца магазин Здесь дети ходят Это как минимум неправильно Здесь я стою На площадке Двор Нельзя На площадке Подожди Давай мы будем Не с точки зрения закона А с точки зрения морали Вот ты считаешь Здесь дети с колясками ходят Ты там за то что в машине ездят А ты их травишь Да какая разница Дым там везде Высокомнишь А что ты взял Что туда дым пойдет А не сюда Это общество Привлеките меня Привлеките Привлеките Мы не говорим об ответственности Мы говорим о том что с технической стороны Это неправильно Ну если я курю что Ну можно отойти Я ушел за стол Я ушел за стол Вас не видно Подожди Здесь ты борешься за то что Вот сразу ушел от ответа Ладно Давайте снимайте Я вот вы стою Ну что понимаете его Его снимаете Еще будет больше Да Они так часто реагируют Все Не предъявляем требования Значит можно Привлеките 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 Человек Один словом Идиот Не знаешь Я тебе дал ответ Тебя не устраивает Я тебе дал ответ А почему она наказалась Там повнимательнее почитайте Меняемый У тебя Знаешь что-то вот тихое расстройство Какое-то Не тихо? Да Даже сейчас у тебя нервный тихо Какое-то Знаешь вот Движение аутиста Знаешь движение аутиста Знаешь Вот что-то вот такое Человек Человек на носки не заработал Не на веру А ты к тебе в чуниль шарис Модит Мне ваша мода молодежная Не интересует Базарист ты Блядь Я разговариваю Говорю Ты что зону на зоне еще был Тебе какая разница Тебе какая разница Тебе какая разница Тебе какая разница Сиськи от розовых Чё сиськи-то Ну Отсюда А я тебя не трогаю Чё ты меня с вами пусто толкал Кто виноват Путин Вот мы и разобрались Непроклятые пиндосы Американские Все виноваты Нет Я не знаю от куда вы Я вас очень прошу Обратите внимание Ленинский проспект 45 Если вот здесь до поворота Имеют право машины ездить Медопоездники Они сказали И имеют право здесь ездить До поворота До поворота До поворота Имеют полное право Дальше нет Дальше нет Так мы про эту территорию говорим Вот здесь имеют право Это ДПС мне сказало Мы говорим За сорок Алексей можно вас на минутку Вот просто он утверждает Что здесь нельзя ездить Нет Можно Даже я Вот Алексей сразу скрылся Обрати внимание Алексей Шоу 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 На капоты кидаться не надо Вы там Обратите внимание В свое время Я работая на НСК Я работала до 8 часов вечера Угу Он объехал Он объехал Он объехал Он объехал Давай я их разниму Что это на самом деле Так что он отойдет или нет Пожалуйста Едьте с тротуара Ребят Назад Это пешеход Который стоит на тротуаре Я на нем имею право стоять Сколько хотите И где хотите Алеша Отойди в сторону А вы едите на пешеход Алеша Отойди в сторону Пожалуйста Дайте человека проехать Ну что ты меня занимаешь Опять будет Ну опять будет Пожалуйста Можете чтобы он съел А как он с задним ходом Я вам уже все объяснил Я вам уже еще документы Устанавливается Пока не установлены Ну правильно А почему заезжать На не установлен территорию В соответствии с правилами Движения Если есть сомнения у водителя Он не должен сюда заезжать Потому что возможно На тротуаре не ставится знаки Ну сколько он На тротуаре не ставится знаки Ни какие Ну Продвигающий территорию Должен быть кадастровый номер У нее нет кадастрового номера Вы согласны? Там нет кадастрового номера Номер есть у дома Посмотрите внимательно Не разграничен Написано Неразграничен Неразграничен Это скачет Прилегающая Она не может Прилегающей Вся прилегающая Стоит на когда Слышен Попросите Пожалуйста Пусть и не будет Будьте добры Законы требованы Продъявите Чтобы съехаться А почему он должен съезжать? Ты можешь сказать? Кто ты такой? За пешехода нельзя ехать Я даже здесь Я даже здесь имею право просто стоять сколько хотите И буду это делать Если вы еще раз за эти незаконы требованы Я его буду обжал Я обязан буду подчиниться Но я буду обжалов Пожалуйста Я же могу вот так вот идти Правильно? А он не мешает Он же стоит Сейчас мне это надо обходить Ну а вы стоите Зачем обходить? Продвижать? Толкать? Законы требованы Требования предъявления Вот смотрите Просто сейчас это называется конфликт Отойдите Вы предъявляете требования Законно Я обязан подчиниться Вообще не означает Что вы знаете Обязан Обязан Отхожу Я подчиняюсь Дедуля Отходи тоже Это то же самое что Подойдите к любому человеку Отойдите пожалуйста Машина едет на вас А вы говорите Продопреждайте Говорите Требования Вот и все Мы встали перед машиной Ой ладно Вот сейчас опять 25 начнется Давай опять Вот смотрите Он может подойти с родительской стороны И попросить Вот и он бежит аж У него деньги Деньги от него уходят Паркуйтесь паркуйтесь Не слушайте Не слушайте У него что-то не то Паркуйтесь Все хорошо Не парковаться на дорогу Пожалуйста У него что-то не то Все Лох ушел Ну что Паршавра Блин Паршавра 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 Это что блять Было Это что это было Моча Моча С чего ты взял Я просто так хочу Ну блять Там реально воняет Паршавра Паршавра Он там пишет Зря 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 Я тебе просто вот как со стороны Человек который смотрел Я тебе просто говорю зря Можешь вырезать Мы не правы что ли в этой ситуации Ты зря Ты лично зря Что конкретно Я не то что пугая Я просто тебе говорю что ты зря Что конкретно Чисто по моему мнению Ты зря это делаешь Что конкретно А вот это что ты сейчас делаешь Что Ну а там пусть люди сами подумают То есть ты считаешь что я Не Я считаю что ты не прав совершенно И ты делаешь такую глупость для себя А да есть побольше Так и нормальней У тебя смотрят Ну мне нескольких Несколько вам подать Куда идешь пожалуйста Для меня 3 Значит ты ничего не делаешь А я считаю, что я. Пусть народ решает. Вот это мы решили в конце концов. Послушай, в интернете очень много клавиатурных рэмбов. Мы знаем прекрасно. А здесь реальные люди. Реальные люди. Обратите меня. И вот этот момент, надеюсь, не будет. Реальные люди. А ты записал? Да, да. Вол, ну мы записали. А вы записали? В люфтом, да? Оскорение можно. Это же не видно. Лица? Да я не знаю. Посмотрите. Там, наверное, по-любому, может лицо быть не видно. Ну это охренеть. Вот этого я тоже не ожидал. Это, наверное, нам надо задумывать. Стоит ли вам здесь стоять или нет? По-любому. А что это такое вообще было? Чего? Не знаю, облили, блядь. По запаху моча. Да там фан такой стоит. Вот это просто. Лёшка, насали на голову. Хорошо, вас принять нужно. Алексей, как это так вас облили мочой? Ё-моё. Ха-ха-ха. Выправо, сейчас полоносу. Ты да, парнишь, а линь. Ну, за кого сейчас облили мочой? Ты да, парнишься. Низором. Не за кого сейчас облили мочи? За кого сейчас облили мочой? Ха-ха-ха. Выправо, отрога. Можут друг друга. Выправо. Такой. Лёшка говорит, конусы украли. А я убирал с проезжей части, ну, препятствие в общем. Кто-то установил, а я их убрал Алешка заявляет, что конусы его Но чеков предоставить И там время, когда он их покупал Не может, поэтому как я могу Определить его это конусы или нет Никак Может на моих конусы? А ты покажешь, я тебе отдам Если вдруг чеки нам покажут, я отдам Эти конусы с удовольствием вообще То есть, если Алексей Предъявит нам доказательства Того, что конусы его То, конечно, мы ему их отдадим, правильно? Мы же не воры А кто украл? Ну, я забрал просто с дороги Прилежащие территории Ну, их, наверное, в ГАИ надо отвезти Или да, вообще в полицию мы их отвезем Как находка, подожди Находку можно отвезти в Москву Да можно и в Москву отвезти Ну, вообще Боли, ну, палишь, бля У нас где-то это было, да? Кстати, это видео Можешь посмотреть в описании к ролику По ссылочке, классный видос Называется, как отжали у Сандриковой полиции видеокамеры Фиксация праводорушений Пойдем, посчитаем Три конуса А, ну, потреб Можете потребовать? Да, нет Я написал заявление Покажите Я написал заявление Вот, подписал Все Можете потребовать? Вон, у него в машине Это его имущество, а в машине не надо Три конуса он взял мои Протокол, который я принес Как вы можете подтвердить Это ваши слова? Чем вы подтвердите? Так у меня принес Потому что я принес Будет проведена проверка Вы пригласили от него Подождите Сейчас же они в наличии Сейчас мы его опросим Просто пояснить Кто иначе Вы можете попросить Так ваши доказательства Вы не можете, что они ваши Что я на рюкзак тоже должен доказать На все, что это мое Так мы выставили на проезде На, 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 на территорию Как это так? Я говорю, что это мое Я не можете, чтобы эти человек Вы опросим Ты так говоришь Ты чем докажешь У меня в багажнике лежат, Анил Чем ты докажешь, что они твои, дурачок? Мои Магазин, море Хочу, чтобы он мне приносил прибыль Который Давайте мне прибыль с этого магазина Он мой Это называется рэки, Анил Ну ты можешь каким-то там Хочешь оперироваться, какие-то понятия Мы же не по понятиям Он же так говорит Да кто там, его в обиженку чуть-то Ну, обиженный человек Его в обиженку сажать мог Ну, ну, сейчас угол определили Ну, мне кажется Это кажется, я же сказал Я что-то не понимаю Да нет, да я тебя не кручу Ты думаешь, я тебя кручу, что-нибудь Нет, подожди, стой Я тебя не кручу, что-то ты что-то сказал Нет, нет, давай, давай вот ты Знаю, конечно Я, конечно, знаю Да я думаю, нет Ну, как нет Если бы ты знал, ты бы так не бросался в базар А, каким базаром? Вот таким вот Ты обиженный Смотри, вы в прошлом видео сказали Не, ну, обиженный Ну, походу, обоссальный Ну, обиженный, значит Ну, знаешь Обоссать могут любому Вот так за окна, все кину бутылку А каково вообще теперь общаться вот с обиженками? Ну, на меня не попали Тебе повезло, что ты рядом не стоял Ну, тебе повезло Очень повезло Не, ну, Лили-то на Алешу, понимаешь? Ну, Лили-да Вот что самое интересное Ну, ты-то стоял рядом Вот стоял Я не стоял рядом Я стоял далеко Он мне повезло Конечно Ну, просто, знаешь, я у вас слышал Ты тоже облитый был бы, да? Да, я даже на камеру Мы просто не слушаем Ну, что? Ну, нормальные люди, да? Мужики нормальные А вот эти слова у вас какие-то гнилые Вот какие гнилые Вот смотри Вы же Петушатня Обиженка А как назвать весь ваш канал? Если вы Да подожди Давай так Ну, Гарри, оттуда ты это взял? Вообще слово петух Если гражданка Не, ну, давай Ну, давай, гражданка Ты передо мной как бы отойди Мне не очень приятно По гражданке слово петух это не оскорбление, да? Ну, так Ну, петух это Птица, правильно? И все, птица Да Ну, вот это Скорчиша Обозвать Коицы Птицы Да, птицы Птицы, полеты Которые не умеют летать В смысле? В смысле? Он назвал просто Вот, ты его назваешь петухом Мое видение петуха Ну, да Он петух Все Мое видение, что он петух То есть ты считаешь просто птиц, которая не умеет летать? Да, именно так А как по-другому? А как еще? А как по-другому? По-другому, это по-другому Расскажи По-другому человек таким словам не бросается Да Да Если особенно этого не знаю А что? Если он порядочный Молодой человек То дай бог, чтобы вы этого не знали А если человек Вот я, например, хоть одного из вас петухом или кем-то обозвал Ты заметил это? Нет, не заметил Какая тебе разница? Я заметил, что ты ему сказал Большая Я вот это заметил Вот так А ты заметил, что это не петух, не опущенный Эти слова нельзя говорить просто так Понимаешь, нельзя просто так Нельзя эти слова просто так говорить люди Ты разъясняешь это, кто тебе это сказал? Ну как вы же ты по понятиям это нельзя говорить По каким понятиям? Я тебе не разу в жизни Подожди, стой, стой, стой Я ни разу в жизни тебе не сказал по понятиям Вообще, ни разу Найди у себя у своего этого Понищу, я не знаю, как ты зовут Указы у своей, найди, я не знаю там Где-нибудь, найди, чё, честный хикаря, говори Ну, по понятиям, я вообще слушал А, чё, милый пазар, всё Понятия, я тебе не говорил, это тогда Светоги есть Нет, а комментарии вот эти вот Послушай, ну, я не знаю Ты же относишься к нему Ну, я отношусь Ну, это же петухи не подснял, товарищи Например, высказывают, что я там под кем-то захожу и его оскорбляю Ну что, я по своим захожу Ну, подожди, ну, по факту, вот смотри, по факту Ну, он же пиздинул, что на поступок сделал Денег там, знаешь, у него нет на другую одежду Я даже не знаю, что это то что Ну, он заблокировал, якобы, нарушенные автостики права Ну, понимаешь, это неправильно Это абсолютно неправильно Там критические высказывания были Знаешь, я по этим тонкостям не знал Ну, это нет, ну, это вообще Вообще, честно, я говорю, я не знаю ваших личных разборок Нет, да никаких разборок нет Если честно, вот честно, вот я на камеру говорю Я смотрел, все, я, знаешь, заинтересовался Думаю, с чего весь базар пошел так гнилой Между вот ванной Я так понял, это ваша кухня, понимаешь Ответь, это ваша кухня Я смотрел Этот Болгарев или как его там, я не знаю, за чувак в машине готовил А, ну, с ним на компаньон Он же с ним раньше работал, да А, да, да, компаньон А сейчас у него что, очевидно А ты знаешь, почему они поругались? А вот я не знаю А ты чтоб знал, переписка мне скидал сам Алексей Скидал свою переписку Ну, ты выложи ее И сам Владимир Зачем? Это если Владимир почитать нужно Смысл в чем? На финансовой почве денег еще никаких они даже не заработали Они посрались, карты номер, значит, его указал Алексей Ты понимаешь? За финансовый вопрос Не потерянную шкуру медведя еще делили Божка не убитого медведя Это не нормально Так я и говорю, это внутренняя кухня А зачем наливи вот это выкидываешь? Так, что наливи? Ну, вот это все Так, ну, я приехал Понимаешь, что у нас даже предложили новости на дорожном контроле Чтобы отреагировали Потому что неадекватно Поэтому мы приехали Смотри, сколько здесь людей приехало Ну и что Ты навел сюда столько народу Так, большинство местных жителей Да ладно Так ты подожди, у любого подожди Ну ты прям сам видно, когда заезжал за тобой три машины Ну, со мной ребят приехали, да, мои Ну три машины А сколько здесь народу было? Это вот реальная оценка деятельности нашего Я, если честно, я этого не понимаю Я не понимаю, зачем он это делает? Вот это Зачем? Где же места, где реально нужна ваша помощь Вот реально Понимаешь, я много чего видел в жизни Но я знаю Я реально знаю, что здесь вот он прав Может ты не был Может быть я не прав, но я со своей точки Ну честно, я считаю, что он Поэтому я здесь и стою, Вадим Я здесь и стою только потому, что я это считаю А не он мне там что-то там подогнал Или еще что-то Ну, ты можешь с вами не ошибаться, правильно? Вадим, я не ошибаюсь Вот видите, за свой ад А вот тут и здесь Где ж твою бежать? Где там корабль А вот тут и здесь Зачем снять Ну заезжать сюда не надо Чтоб сотрудники там не свои машины И покупатели Да? А зачем там знаки сняли? Если кто здесь живет А вот кто где там знаки сняли? А вот здесь не нужно Он не нужен Потому что ты обязан по любому уступить Как не нужно За ненужность Да я сейчас обеспечу Ты не бачмак не села Уступи дорогу Послушай, он здесь не нужен По одной простой причине Потому что при домовой территории Когда ты выезжаешь, ты в любом случае обязан уступить. Вот ты стоишь на придомовой. Нет, это тротуар. Это тротуар, ребят. Я специально вчера штудировал все карты. Подожди, вот скажи, водитель должен перед каждым парковочным мероприятием. Я с тобой стараюсь. Не должен. Так в чем вина водителя? Зачем водители трючите? Он видит, что люди подходят и говорят ему, делать замечания. Надо задуматься сначала. Я тебе подошел, когда ты препятствовал водителю, сделал замечания. Отойди, пожалуйста. Ты сказал, почему ты не задумался и не отошел? А водитель должен был тебя слушать. Почему? Почему? Что значит слушать? Я считаю, что я стою на тротуаре. Ты просишь меня отойти. А почему? Ну, объясни. Мы исходим, давай исправим дорожное движение. Здесь по правилам дорожное движение прилегающая территория, не взирая на кадастровый карту. Нет. Объясни, почему. Я могу сказать, а почему здесь прилегающая территория? Ну, смотри, газоном здесь не отделена от дороги, от проезжей части. Правильно? Не отделена. Как ты сказал как-то в том видео, у нас так в Воронеже устроено. Это вообще в России. В России. В России. Все устроено. У нас такой организации, как в Европе, нет. Нет. И не может быть, потому что все постройки старые. Поэтому, поэтому, вот я считаю, что это трудно. Ты считаешь? Ну, да. Ну, ты же подошел к полиции сейчас, сказал, дайте ему законное требование. Он мне дал законное требование, я ему подчинил. А я не орешу. А почему гражданин-водитель должен тебе подчиняться, тебя слушать, когда ты его просишь? Ну, я стою. А ты знаешь, что ты не должен создавать препятствия транспортных средств на прилегающей территории? А почему меня не арестуют? Или как бы привлекут к ответственности? Сейчас сотрудники ГИБДД приедут по этому поводу. Потому что подряд со главе, они должны привлекать к ответственности. Согласен. За хулиганские действия. А вот они меня привлекают. Если посчитают сотрудники, что они были, то по 19-1 уже... Вадим, я согласен. Понести наказание. Убегать никуда не убегаю. Это будет такой социальный эксперимент. На кадре могу сказать, что есть баллончик, и я признался это полицейскому. Кстати, заметьте, сам. Мне просто интересно, почему вы не следите за тем, что нельзя. Сейчас во время таких мероприятий нельзя иметь сейчас с собой... Ну, допустим, я вот этот 200-й указан. Даже по телевизору, СМИ много кратко про это говорили. Про баллончики я не знаю. Вот знаешь что, вы знаете только то, что вам вот это не следует. Конечно, нет, но это надо. Что касается, в принципе, каждого гражданина, который имеет при себе оружие или что-то такое. Вадим, Вадим, вы же об самопрадом занимаетесь? Вадим, если сейчас сюда идти, не только он мне что-то там какие-то письма скидал. Я сам еще штудировал всякие документы. И я считаю, что это дороже. Ой, это тротуар. Ну, ты же можешь быть неправым. Может быть. Пусть не докажут это. Сотрудники полиции. Если вы высылаетесь на бумаги, вам специальная бумага. Я реально ходил в голове, мы общались. Он сказал, мы не могли ему дать ответ, что это тротуар. Пусть он покажет запрос, какой он сделал запрос. Я сделал запрос конкретно по конкретному участку. По этому, 43, правильно? Как запрос звучал? Может он предоставить, как запрос звучал? Именно его заявление. Вот, ответ. Заявление. Что он конкретно писал, чтобы там указали. Может, игра слов, ты понимаешь о чем? Можно по-разному сформулировать. Они же не знали, для какой цели он будет использовать этот ответ. А почему они тогда решили, значит, ответ, почему они решили, что здесь надо делать реконструкцию? Вот ответ, что они будут делать реконструкцию. Реконструкция здесь есть, она будет. Будет, да. Но она не отменяет еще того, что здесь тротуар. А реконструкция будет, знаешь, с чем? С тем, что нужно узаконить вот это парковочное пространство. Выделить, выделить для пешеходов. Схема не согласованная. Естественно. Вот мы подходим теперь, записываем. Схема, да, записываем. Схема не согласованная. Но это не отменяет того, что водитель все равно прав. Нет, он не прав. Это же не является тротуаром. Ты понимаешь, схема. Водитель не должен волновать, что там вообще это. Законная парковка, незаконная. Согласованная схема, не согласованная. Вот даже знаешь, как результат. Вот скажи мне. Сделают вот то, что предположим. То же самое не будет. Вот сделают, поставят, знаете, СП, разведку поставят. Вот что кардинально изменится? Ничего. По-любому сделают. Что изменится? Подожди. Они тротуар по-любому выделят. Вот это не тротуар, это отместа. Подожди. Вот что, если они сделают таким образом? Вот согласуй таким. Вот здесь знак П, знак П и разметка. Да. Вот смотри, а что кардинально изменится? Результаты, как вы получите? Останется то же самое, только знак П и разметка. А что изменится? Они по-любому передвинутся. Подожди, подожди. Они сделают заезд оттуда. Подожди, я знаю, что они должны передвинуть. Но такое может быть, что они здесь организуются. Есть такие моменты? Значит, будем дальше продолжать. Что неправильно было сделано. Ну, понимаешь, ну, Вадим, ну как? Так, а водителю, водитель. Ну, у вас, соответственно, правда, разрешение было. Водитель, я тоже водитель. Вадим, мы слышали все время вот это штуки. Так мы за водителя говорим. Я как водитель. Модник. Модник. Молодежно. Вообще еще не стоит. Мне сюда ничего не запрещалось. Пешеход здесь может двигаться. Друг к другу не кладешь. Уступил, прошел. Так ты заезжаешь, видишь, вон идет тротуар. Переходит, то есть, тротуар, переходит на пешеходный переход. Ты сюда, в дорогу, идут люди. Почему? Почему они не могут здесь идти? На прилегающей территории могут двигаться все. И водители, и пешеходные. Но на неприлегающей территории. На Ленинском проспехе. Я тебе могу купить, дать мне эти корни. Ну, дай я почитаю. Я не буду мне тебя вырывать ничего. Я не так, знаешь, больно. Вот смотри, мой запрос написан 28.05. О, ну почерк я, конечно, тебе пойму. Да, там все нормально. Я быстро посписал. А вот ответ. Ага, значит, я прошу вас дать письменный ответ по поводу... Пространство, да, у магазина Мир Вкуса... А, парков... Где, подожди. Ну, сейчас, по парковочному пространству у магазина Мир Вкуса по адресу Ленинский проспект 43. Является ли это прилегающая территория, в скобочках, парковка, тротуаром? Чтобы они мягко поняли, конкретный вопрос на конкретное место. Это ответ у тебя останется. А вот на второй. А, ну это ответ, да? Давай, почитай. Снимай, я пойду. Согласно с данным публичной кадастровой карты, это ссылка на карту, да? Я так понял. Указаны выше дома, расположенные в границе, указанные выше дома, расположенные в границе, учтенном участке по Ленинску. Распект получил что-то с кадастровым номером. Правильно. Ну, вот он у меня есть, но я его сфотографировал. С разрешением используем административное торговое здание. Ну, это да, да, да. Территория, расположенная вдоль жилых домов по Ленинскому проекте, является прилегающей территорией. И входит в границы выше земельных участков на право... Ну, сейчас я дочитаю. На которых не разграничено, собственность на которой не разграничена. В настоящее время правило сказать так. Ладно, смотри, смотри дальше. В чем прикол? У нас на проспекту 24 был такой... Как раз когда вы там... Ну, не ты был, а вот этот товарищ, что ли. О, на пачках. А что сказать? Офиг. А там было бы подошли, надо эвакуировать. А он знаешь, что сказал? А там, кстати, есть. Да, а он знаешь, что этот, эвакуирский скал, как будто бы хватит. Ну, стой, да давайте. Вот, а тут они не просто говорят. Не, 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 читай, внимательно. Читай, внимательно. Полиция, значит, территория расположена вдоль. А вдоль? Сколько метр? Они конкретно на конкретный запрос смотрят. Обрати внимание. Я поэтому тебе и говорю, какое я заявление написал. И конкретно с ним общался. Я попросил дать мне письменный ответ. Он сказал, напишите, и мы письменно вам все надеем. А вот смотри, это, Вадим. Понимаешь, я вот поэтому и говорю. Я не буду спорить. Скажи мне, а запросы есть здесь, заявление? Вот его. Вот тогда вот можно поговорить конструктивно. Вот понимаешь, о чем? Я здесь конкретный запрос сделал по конкретной площадке территории. Вот смотри, да, они сослались вот на это. С того же, сколько я взял спутник. Ну, то есть та же карта. Я понимаю. С спутник можно. Нет, я специфирую, чтобы видно было. Вот смотри. Вот это вот, видите, вот это, вот это 43А. Да, вот, где шкотник, хорошо. Ну, я понимаю, да. Видите, где проходит, все. И он пошел ровно идет. Значит, здесь по отмостку, ой, по краю тротуара. А здесь вообще вот, где центр тротуара. Ну, ка это мы вообще там дальше не спорим, что там, там... Нет, нет, ну, давай здесь хотя бы спорим. Да, вот, и как они могли написать. Они вот именно тебе вот про этот кусок написали. Вдоль дома. Ты сейчас трактуешь, как вот тебе удобно. Ты же заявление видел, что Алексей, подожди. Ты заявление видел, как Алексей написал? Нет, нет. Ты мое заявление видел? Подожди, ты мое заявление видел? Вот ты считаешь, по конкретному участку здесь дан ответ? Я конкретно участок просил? Ну, значит, если быть уже совсем точным, они должны быть схемой. Смотри, ну, они же должны ответить, но с ней с кем ответом обязаны. А ты можешь задать ему? Ну, то есть, чтобы, как бы, с ним, с главой, с тобой, с тобой, да, оказай. Алексей, Алексей. Значит, подожди. Значит, с главой мы поговорили на эту тему. Значит, я попросил, мне нужно письменно получить, что здесь реально прилегающие территории. Нет, а ты можешь вот, чтобы они схему тебе нарисали? Скажи мне, зачем мне... У меня нет основания его не доверять. Да ты не понял, Вадимыч, чтобы ты мог всем доказать конкретно. Мы уже, чтобы не было уже вообще никаких. Мне не надо, подожди, сомнений не никаких, потому что я делаю запрос, компетентный орган. Поותye, подожди, какая территория, я же понимаю, что ты уже говоришь, что не видел запрос, который ты делал Аликс. Соответственно, как ты можешь утверждать, как он конкретно сформулировал этот запрос? Нет, ну, ответ тоже не дураки, давай. Ну, я понял, нет, 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 нет. Мы говорим о том, что, как был сформулирован запрос. Ты видишь мой запрос и какой ответ, что по этой территории конкретно. Да, его запросы я не вижу. Вот если он скажет, можно предоставить запрос. поэтому все по чесноку я принес сюда и то и другое я у него спрашиваю тогда можно конструктивно поговорить давай так я сам лично хочу до чем убедиться напишу я не знаю как в ютуб я не знаю почему я не заблокирую а он и меня заблокирую я сам ну ладно ты просто мне можешь в личке написать просто ты запрошь напиши я просто сам хочу лично я хочу сам и ты мне скажи кому лучше чтобы ты знаешь как это чтобы не дали такую бумагу чтобы в польше никак никто не может я говорю тебе нужно написать главе управы можно прийти прямо там опять глава управы хочешь напиши в управлении транспорта в управлении транспортом кто главнее у нас получается в администрацию города либо на губернатора вообще напишите ну на губернатора сошлют да там все вкус куда надо согласен на имя через интернет приемную никуда не ходить написали конкретно запрос по конкретной территории с конкретным вопросом все и это все спустят куда нужно и компетентного органа даст ответ все это все просто делается все я по-честному делаю как вот я заправлю все это хорошо его можно убрать он опять продолжается если тебе он подходит что это она с ребенком зачем-то подходит зачем камеру камеру не трогай алексей смотри поди сюда вот обрати внимание травмы нанес под ними покажи травмы донес но знаешь мы не будем как ты обычно там тебе уподобляться я думаю мы не будем пишите просто я думаю не буду это завершить там все есть и кайф пиши но я просто не считаю зашиватого так скажем как ты любишь отписать за каждое матерное слово за каждый какой-то палец там какой-нибудь там я не знаю средний я не знаю там первый там я не знаю там тренируется тем что у него нету просто яиц вот и все были бы я если так бы и вкусал я и сам хочу у меня другие ответы поясняющие есть понимаете иди отсюда алексей не снимай здесь персональные данные отойдите к умер вкуса на ленинском тротуар по кадастр уйдет это мой тротуар пункт отойдывайтесь на円 те что эти что эээээээээээ